Приветствую вас. В первую очередь нужно озаботиться тем, чтобы сформулировать вопрос к специалистам, к психологам, потому что у вас этого вопроса нет. Вы говорите о том, что вы боитесь впасть в депрессию. Это вообще ключевой момент, который вы раскрываете. Да, это вот в буквальном смысле ключевой момент, я боюсь депрессии. Потому что в прошлый раз, когда я расставался со своим молодым человеком, я очень страдал и боюсь также страдать сейчас. Но смотрите, а не лучше ли будет вам сначала разобраться с тем, почему вы снова и снова расстаетесь с мужчинами? То есть, по какой причине у вас не получаются отношения с мужчинами? Вот. С чем это связано, что у вас не получаются отношения с мужчинами? Не лучше ли будет поисследовать данный аспект вначале, а после этого уже смотреть на все остальное? Вот. Это такой момент. Далее, значит, впасть в депрессию, Виктория, вы не сможете, ну вот просто так, чтобы просто взять и впасть в нее. Вы не сможете, потому что депрессия это психологическое, ну, психическое точнее заболевание. Вот. Которое не происходит по желанию. Которое не возникает просто потому, что вы его боитесь. Оно возникает в результате ряда факторов. Вот. Поэтому, здесь я очень хотел бы уточнить, что именно вы подразумеваете под депрессией, под депрессивным. То есть, не путаете ли вы депрессию, да, не путаете ли вы депрессию? И депрессивное состояние. Вот. Это очень важный момент. В данном объекте, дифференцировать депрессию и депрессивное состояние. Вот. Это правда очень важно. То есть, депрессия это одно, депрессивное состояние это совсем другое. Вот. Дальше. Был опыт, когда сама рассталась с МД, потом страдала. Мне от него два с половиной года, чуть больше года женат. И все это время провели на расстоянии. Ушлось по контакту. По контакту он от меня должен был вернуться. Но тут я решил, что не хочу быть с ним. Не люблю его. Так страшно ошибиться. Смотрите. Во-первых, не очень понятно, как мы устраивали отношения на расстоянии. То есть, здесь я могу сделать предположение, что вы боитесь именно близости. Именно близких отношений с человеком вы боитесь. Вот. Если это действительно так. Если вы действительно боитесь именно близких отношений с человеком. Вот. То нужно исследовать, почему вы боитесь близких отношений с человеком. Вследствие чего вы боитесь близких отношений с человеком. И вполне возможно, что именно по этой причине вы вы и были все это время на расстоянии, потому что боитесь этой самой близости как раз, вы боитесь, вот. Я не утверждаю данную историю наверняка, но хотел бы, чтобы вы обратили на нее внимание, потому что это очень важно, вот. Поскольку ситуация повторяется, то есть с первым молодым человеком было так, с вашим мужем сейчас такая же самая история, вот, то я хотел бы обратить ваше внимание на дольше, здесь возможно именно сценарное поведение, то есть поведение, повторяю, повторяю сейчас, вот. Дальше, вы поняли, что не любите его, но он должен вернуться. Если вы боитесь ошибиться, то может быть просто не следует сейчас делать каких-то таких опрометчивых шагов, и просто дать возможность мужчине вернуться, побыть с вами, и уже тогда вы будете принимать решение, если вы боитесь ошибиться. Действительно. Следующий момент. По какой причине вы боитесь ошибиться? То есть вот какая конкретно причина мотивирует вас на страх ошибки. Что вы понимаете под ошибкой в отношениях своих, что сказать, отношения это, ну это ни разу не инвестиция, отношения это все-таки, что-то больше, чем инвестиция, но я надеюсь вы с этим согласны. Вот. То есть здесь также нужно исследовать, также нужно исследовать, что именно вы имеете в виду. то есть какую ошибку вы, ну какую ошибку вы подразумеваете, что вы подразумеваете под ошибкой здесь. Вот. Ибо если мы говорим про ошибку, то имеем в виду, что вы сами можете, к примеру, что-то потерять. Да? Да? Значит, вы в отношениях занимаете, получается, такую достаточно уязвимую позицию, скажем так. Вот. Понимаете, какая штука. Если это так, то есть если вы на самом деле занимаетесь в отношениях уязвимую позицию, то нет ничего удивительного в том, что вам, ну, что вам страшно. Вот. Ну, потому что по-другому на самом деле и, в общем-то, и по-другому и быть не могу в этом смысле. Именно по той, ну, именно по той простой причине, да, что вы в отношениях можете что-то потерять для себя. Далее. Так, значит, приятность под меня немного, но в первую очередь всплывают только негативные. Так у вас негативные, негативные, значит, у вас негативные воспоминания всплывают или вы человека разлюбили? Это все-таки разные вещи. Объективно? Объективно. Ага. Есть разница, есть разница между тем, что вы человека больше любите, вот, к примеру, да, вот, и тем, 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 что у вас есть какие-то обиды, какой-то негатив, это разные вещи. Так давайте все-таки постараемся определить, что конкретно у вас, что конкретно с вами. Вот. Я не хотел бы вам ничего советовать, но в вопросе отношений в избежание ошибок лучше все-таки решать непосредственно с партнером, вот, то есть это мне кажется очевидным, совершенно, вот, так что подумайте, пожалуйста, на эту тему, вот, и, может быть, вам имеется смысл проконтролироваться и более подробно разобраться в том, что вы чувствуете, в том, как вы чувствуете и в том, чего вы хотели бы. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго пока, его дальше. Пока.